Прежде всего, это политическое признание одного из самых страшных преступлений в современном понимании права. События 100-летней давности вновь на передовицах и могут еще сильнее рассорить Германию с Турцией. Немецкий Бундестаг признал геноцид армян в Османской империи. Более ста лет назад атаманские войска совершили массовое истребление армян. И немецкий Бундестаг признал его геноцидом. Вторая миллиона армян и других христиан. Кто бы говорил, возмущаются турецкие политики и мидия, припоминают немцам Холокост, изображая Ангелу Меркель на карикатурах в образе Гитлера. В отличие от Берлина, признавшего истребление евреев, Анкара утверждает, армяне были жертвами войны и никто их намеренно не уничтожал. В нашей истории нет событий, за которые нам стоило бы краснеть. Если хотят на нас неправду повесить, пусть сделают, но мы это не примем. Отношение к теме неоднозначно по всему миру. Геноцид армян признали лишь в трех десятках стран, да и в самой Германии не получилось с первой попытки. В прошлом году, в столетнюю годовщину, Бундестаг не признал геноцид. Почему же это случилось теперь, на фоне и без того напряженных дипломатических отношений с Турцией? Турецкие СМИ негодуют. Армянское российское лобби повлияло на принятие решения парламентом Германии. В Германии проживают более трех миллионов наших сограждан. Даже если они не выйдут на улицы Германии, они не простят такое решение. Немецкие медиа обращают внимание, что автор законопроекта Джем Аздемир сам... Этнический турок. Немецкого зрителя уверяют, решение Бундестага и справедливо, и логично. Не только западные историки признают геноцид, но и многие турецкие организации. Турецкий президент требовал от Ангела Меркель отменить голосование. Но очевидно, что в демократической стране это невозможно. С турецких же экранов возмущение. Этот беспредел со стороны немецкого парламента. За этим решением стоят американские политики. Они враги Турции, они враги Германии. В обеих странах и за их пределами признают. Момент напряженный. Геноцид дружбы, пишет турецкий Хюриет. Турция разгневанно отмечает Нью-Йорк Таймс. Решение немецкого парламента окажет серьезное влияние на отношения Турции и Германии. СМИ Германии уверяют, ссорятся с Анкарой и не собирались. Многое связывает Германию и Турцию, несмотря на отдельные разногласия. У нас хорошие отношения с Турцией, не только культурные. Мы вместе работаем по линии НАТО и ЕС, сильные экономические связи. Речь идет лишь о том, чтобы правильно оценить исторические события. Момент для признания армянского геноцида рискованный, ведь Германия и Турция в процессе сложных переговоров по проблеме миграции беженцев. Берлин надеется, что турки смогут остановить их поток на южных границах Евросоюза. От успеха Анкары в этом деле в том числе зависит и долгожданное вступление Турции в ЕС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова